Это модельный ряд. Мы наблюдаем за тем, как 10 девушек, совместно проживая в отеле, осваивают профессию модели. Новая фотосессия должна стать настоящим сюрпризом для участниц проекта. Ведь сегодня девушкам предстоит попробовать себя в роли невесты. Мы с вами находимся в бутике Ляновия, где представлены свадебные платья, роскошные, как вы видите, ведущего мирового бренда Проновиас. И сегодня мы в этих платьях будем делать свадебные образы. Давайте в бой! Посмотри, мне сколько их можно брать. А куда эти бедра? Я что, пластический хирург, что ли? Ты такая красивая! Паша, ну-ка, встань нормально. Паша, позируй. Вы не могли бы стоять с меня? Ух ты, Лена, Лена. О, красивая. Вот это такое в стиле греческом. Версачи похоже было. В детстве вообще понятие такое очень условное. Все думают, что только натуральной гамме должно быть. Нет, это в зависимости от того, как человек себя чувствует. Можно и сделать и смоки айс на свадьбу, если под образ девушки будут подходить. И красные губы можно сделать. Можно натуральный образ. То есть это от внутреннего состояния человека идет. Круглосуточное пребывание вместе иногда приводит к стрессу. Именно поэтому фотосессия в свадебном салоне принесла немало слез. Одна участница растрогалась, представив себя невестой. Другая побоялась, что не найдет общий язык с визажистом. Третья устала от бесконечных замечаний. Да как-то мы так с ними ласково, нежно разговариваем. Как сказали, так и должно быть. Вообще какие проблемы-то? Сейчас давайте потакать их всем капризом. Они все плачут. Кто-то домой хочет. Пусть идут тогда. Вообще страшно. В принципе, тебе было, что ты вот именно в стольнике. Не важно, в стольнике. Вот у нас мы снимаем и в томойку. Ты застряла в одном и том же образе, который тебе классно получается. Благодаря нему ты как бы... Я знаю, мне правда во всем мире нравится. Я знаю, что оно получается. И когда что-то другое делаю, я правда буду очень крупно. Я не могу другую образу взять. Вот там веселушки какой-то такой, у девочки припёжки, но не получается. Я не верю, что это не получается. Сколько у тебя вообще сейчас баллов? Однозначно меньше. У всех причем раза в два. Возможно, да, какие-то снимки мне действительно не нравятся. Я своей работой не так ладно. Просто я буду, потому что у меня реально стремительно получается отпадать. И в полный стакан ты воды не нальёшь. Правильно? Так что, скорее всего, интереснее быть пустым стаканом. Либо наполненным наполовину. Либо из которого что-то вылили, в который можно ещё что-то налить. Правильно? Особенно в твои годы. Поэтому, Бен, сконцентрируйся сейчас. Осталось 4 дня. Я желаю, чтобы эта сессия у тебя прошла просто как мечта. Жених и сына заводили. Да. Что ты сказала? Что мы сейчас находимся в Леновии, да, называется? Леновия, да. В свадебном салоне. Мы примеряем платье. Мне тут очень это платье понравилось. Да, ну вроде такие вообще очень сильные. Замёки, что как ты вообще, что ты думаешь? Что ты думаешь насчёт платьев или что? Да, что ты думаешь, что ты думаешь насчёт того, что я сейчас думаю. Выходя здесь с Владимией с собой. Ты мне говоришь? Да, я просто вспоминаю, как я этот разговор кластью. А ты, мне кажется, очень жёстко с ним разговаривала, я милю. Да, потому что он не сразу начал говорить, что я об этом ещё не думал. Насчёт планов там на меня каких-то я такая сразу завелась. Тебе обидно было? Ну, конечно, приятно. Прям до слёз. Сейчас плачу. Да ладно, мне кажется, смотри, какая ты красивая. Да, подожди. Какая ты красивая. Мне кажется, он вообще пожалеет, если он не сообразит быстренько. Не подумает своим серым веществом. Он специально меня доводит до такого состояния. Закаляет. После проекта ты ещё будешь думать. Он мне закаляет специально, чтобы я понервничала, попереживала. Я думала, что я тут уже неделю один, как он мне вчера сказал по телефону. Ага. Ты скучаешь? Не знаю. Хочешь замуж, не скучаешь? Уже не знаю, после этих слов. Наверное, скучаю. А ты как думала, что если ты намекнёшь, то сразу тебе предложение сделают? Нет. Почему? Нет, не обязательно. Просто я думала, что он мне поддержит. Такое ощущение, что я сейчас в ЗАГСе и плачу от радости, что я расписалась. Я отрепетировала это. Робкая лесная газель. Мы работаем вот этой части головы. Не подбородком, потому что это чувственность, а вот это вот ментальность, да, чувства сердца какие-то. Да, то есть ты вот, 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 вот. Молодец. Ты говоришь, не надо сейчас. Так, в основном шкину. Стой, 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 стой. И у нас вот твоя вотчина. Уже позировать? Нет ещё. Давай. Вот, умницка. Саш, давай вот расслабленно, задумчиво и ближе к лампочке, лицом на лампочку. Выгони обоих сейчас. Всё, молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сразу после фотосессии девушки отправляются в театр оперы и балета. Там будет мастер-класс по чтению стихов, вечером они приглашены на спектакль «Лебединое озеро», а начинается всё с экскурсии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы читали стихи на сцене театра. Это было, конечно, что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна Ахматова, сероглазый король. Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал. Знаешь, с охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли. Я думаю, что она очень старалась. Я бы поставила 8 баллов. Да, мне кажется, в образе она была. Единственное, не хватило громкости и голоса. Молодец, 8 баллов. Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенной и не играть словами. И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Ваш балл, Наталья. Ну, тоже 5. Я вообще поставлю 3 балла ей, потому что неудачный выбор, во-первых. Надо было что-то совершенно иное. Аспазия, шальная девчонка. Что мне, девчонки, взбалмошной? Папа меня воспитывал, розги зазря разламывал. Вот еще, вот еще, вот еще. А у меня ведь, знаете, разные глаза. В одной смешинка прыгает, в другой блестит слеза. Я разволновалась, запнулась, но не растерялась. Начала дальше читать. На мой взгляд, идеальное совпадение образа и исполнителя. Вы заметили, она подготовилась. У нее веселый стих про взбалмошную девочку, и она закатала себе платьишко. Да, и она вышла без лук. Такое драматичное платье. Она вышла босая и закатала. Очень правильно поняла образ. Другое, конечно, исполнение, но вот за это, мне кажется, ее стоит отметить. Вы чьи широкие шинели напоминали паруса? Чьи шпоры весело звенели и голоса? И чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след? Очаровательные франты минувших лет. Как бы выучила хорошо. Я думаю, что пять можно поставить. На трудных тропах бытия, мой спутник, молодость моя. Бегут, как дети по бокам, ум с глупостью в середке сам. А впереди крылатый взмах, любовь на золотых крылах. Произведение, конечно, не сказать, что воплотило все, что могла. Я думаю, что потенциал намного больше у девушки. Но справилась с собой, держала себя в руках. Я бы поставила восемь. Богами вам еще даны золотые дни, золотые ночи. И томных дев устремлены на вас внимательные, но очи. Катерина была очень органична. Возможно, это повлиял выбор произведения. Возможно, репетировала чуть больше. Может быть, это интерьер. Она смотрела действительно, как дама. В заветных ладонках не носим на груди. О ней стихи на взрыв не сочиняем. Наш горький сон она не бередит. Не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи. Хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Кристина, кстати, наверное, единственный человек, которого мы сколько уже просмотрели. Мне показалось, она ужилась в образ. Но мне не хватило выразительности. Поверьте мне, меня не соблазнит. Печали прежних путь давно пройденный. Увы, душа покорная хранит. Их горький след, ничем не истребленный. Действительно, в какой-то момент у меня даже мурашки побежали. Зинаида Гиппиус, безусловно, конечно, ее произведения не каждый исполнит. Тем более, на достойном уровне. Я поставлю 10. Роман? Да, я согласен, 10 баллов будет хорошей оценкой для этого выступления. Что касается чувства национальности, без лишних движений, абсолютно, да. Ну и из всего, что мы видели, это, наверное, лучшее выступление. Сегодня в мае оценка 10 баллов. Сейчас мы пойдем на Лебединое озеро. Субтитры делал DimaTorzok Сеть салонов оптики «Очки и мода». Коллекции солнцезащитных очков «Весна-лето-2011». Шанель, Кортье, Рэй-Бен, Томфорд, Кавали, Версачи и другие всемирно известные бренды. Очки и мода. Ленина 52, Васенко 4, ТРК Куба. Отель «Смолина Парк». И путешествия, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Сеть салонов оптики «Очки и мода». Солнцезащитные очки и медицинские оправы всемирно известных брендов. Услуги офтальмолога «Детский врач». Очки и мода. Ленина 52, ТРК Куба, Васенко 4. Отель «Смолина Парк». И путешествия, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Мы должны себе оформить эти штучки. Раунд один, раунд два, раунд три и так далее. Будем обидать раунды с этими листовками. Галамурными. Вот так. Плохо, я спою. Ну, а мне. Я спомню, я спою. Я заметила, классно. Ну, вот трава и сердца, и классно. Цветочек. Ой, мне уже охота быстрее закончить. Тоже уже пойти. Ну, вот наше индивидуальное творческое задание. После дефиле с прочтением стихов выяснилось, что испорчено вечернее платье. Его примеряли три участницы. Девушки начали обвинять друг друга. Выяснить отношения удастся на боксерском ринге. Но прямо сейчас обсуждение итогов вчерашнего дня. Мы вернемся к конфликту с этим несчастным ноутбуком. И мне бы хотелось, чтобы этот конфликт прокомментировала Соня. Ну, приедет моя мама, поговорит с мамой Алиной, и они решат. Соня вообще стала молчать на эту тему, и стала только все время плакать. Ну, вылила на ноутбук, и все. Ну, дальше что ли? Ну, он сломался, и все. Мы больше вообще на эту тему не разговаривали. Просто стали нормально общаться, как будто... Да, я видела, я очень рада была этому факту дальше. Я не обязана ей ничем. Я не обязана тем, что я должна тут бегать, успокаивать, от нее отгонять всех. Нет, конечно, не обязана. Вот, я про это и говорю. Наши родители все решат. Следующий вопрос. Вопрос в платье. Порвано платье, дорогое. И моя реакция на это. Естественно, не самая позитивная. Я бы хотела спросить, к чему вы пришли по поводу платья. Думали, что, может, в ателье сдать, как-то, чтобы над ним поработали, чтобы исправить. Просто в тот момент как раз Катя на очередь была. Нас попросили, чтобы мы во время чтения стиха как-то двигались, попазывали, шестикулировали. И просто получилось движение по ступеньке. И, видимо, на то, что я оступилась и упала. Ты думаешь, что это сделала? Ну, возможно. Я так понимаю, пришли к мнению, что будут все скидываться, чтобы подшить это платье. Да? Или я ошибаюсь? Я бы эту ситуацию узнала только сегодня, потому что у меня вчера не было, но на чтении стихов. И я не могла ручаться за это платье. Но я стих, который я читала на сцене, у нас инцидентов не было. Кристина. Ну, я вообще к этому не причастна, потому что я выступала на сцене босиком, и платье у меня было как-то заправлено, что короткое. Я как бы не могла его никак зацепить. Ну, у нас на сцене все с ним очень аккуратно обращались, так как мы все помнили предыдущий случай, то люди, которые выступали на сцене, были очень аккуратно себя вели с ним. То, что произошло на лестнице, я, к сожалению, не видела, и поэтому я не могу говорить, что там произошло, кто это порвал. Ну, ты сейчас сидишь и так некрасиво говоришь. Нет. Потому что деньги ты, грубо говоря, требуешь, Соня, за поломку компьютера, а при этом горе подруги, понимаешь, коллеги даже, разделить ты не хочешь. Ну, как я поняла, девочки сейчас обвиняют тех, кто был именно на лестнице, кто переодевался. Это было я, Кристина и Катя. Мы залазили аккуратно, вы увидели, как мы с них спускались. Было просто вот так вот. Поднимали, спускались, ложили, рассказали, подняли, поднялись, сняли. Это было вот так вот. И девочки, то, что сейчас спирают на нас троих, я вообще в шоке. Вначале у нас была идея, что там действительно 5 сантиметров, платье длинное, что там действительно можно подреться. Кто конкретно это решил? Мы решили, да. Все вообще вместе. Вместе с Леной, вместе с Кристиной, вместе с Кристиной. Мы еще были на тот момент грименки, с теми и решили. Кто конкретно? Все были. Давайте все-таки про балы поговорим, про свадебную фотосессию. Хочу сразу же сказать, балы у всех были высокие. Все очень довольны вашей работой. И даже у тех, у кого был средний бал или низкий, там мы уже, девочки, придирались реально. Потому что в целом получилась хорошая фотосессия. Лена Менщикова, балл 6,88. Лена Менщикова, которую мы обычно ругали за то, что она фэшн, фэшн, да, всегда. Очень нежно сработала здесь, мне понравилось. Может быть, это не совсем твое, но ты постаралась отработать этот образ, и у тебя достаточно высокий балл. Саша, 6 баллов. Саша не верится просто. Ну, все наигрывало. Да, наигрывало, это чувствуется. Фотография неискренна получилась. Даша, 7,4 балла. Даш, платье, твой образ, все смотрелось идеально. Она это платье подает именно как датская принцесса вообще, да, как королева, как Грейс Келли. То есть, мне кажется, она в нем икона стиля. Безик Кристина, 7,8. Кристина работала. Я хочу сказать, что она работала, и мне понравилась ей прическа, мне понравился вообще как бы весь образ, платье подобрано. Спасибо. Нет, я умирала, да. И твоя фотография, твоя сессия мне лично понравилась больше всего, потому что это был такой европейский, очень простой, очень качественный лук. Соня, 8,8. Видимо, это как раз Сонин образ. Нежность, романтизм такой, да, инфантильность какая-то такая легкая. Несмотря на то, что ей 13 лет. 14 лет, и ей тяжелее всех посвятил. Да, она вообще, в принципе, еще даже не думает об этом. Да, молодец. Алина, 6,8 баллов. Вот я реально бы это в фэшн-каталог бы не поставила. Глянец бы я это не поставила. То есть, это рядовая, на мой взгляд, съемка, рядовой невест. Свадебный альбом. Да, свадебный альбом, абсолютно, наверное. То есть, такой очень среднечок. Юлия, 6 баллов. Мне вообще не впечатлило. После стольника? Да. После обложки стольника? Да, и не только. Она должна была среднечить. Она может. Катя, 5,8 баллов. Я бы сказала, если бы я просто увидела лицо, я бы сказала, нет, это ни в коем случае не свадебная фотография. Это купальник на ней, либо на ней какое-то платье романтичное. Но это не свадебное платье. Кристина, Кристина, ты нас вообще всех порадовала. У тебя самый высокий балл, потому что, наверное, ты очень хотела этого. 9 баллов у тебя. Мне нравится. Мне тоже. Мне кажется, сегодня у меня съемка, ей поможет даже в характере, поможет что-то там изменить в себе, благородства набраться, наверное. Опять же, другу намекнуть. Другу намекнуть, который не понимает. Разложить фотографии перед ним. Видимо, она же для этого и была сделана. Развесить по комнате там. Посмотрите, тебе нравится лямочка. В принципе, мы можем поговорить насчет лямочки. А можем две лямочки. У тебя было безумно красивое лицо, прическа, платье. И вот знаешь, этот балл не самая красивая фотография. Но это очень хороший, большой такой шаг вперед для тебя конкретно. Поэтому фора 9 баллов. Слюсарская Кристина. Твоя фотография признана лучшей. Это я не скажу, что мне она понравилась больше всех. Но у всех членов жюри вчерашняя фотография твоя с руками наверх у стены. Заняла первое место. Вы сейчас посмотрите. Она была очень историческая. И ее даже директор салона Маргарита признала как лучшей, передающей эмоции. Хотя у тебя были закрыты глаза. А без глаз очень сложно передать это ощущение. Но ты это смогла, ты это сделала, у тебя 9 баллов. Сегодня образы вы делаете самостоятельно. И самостоятельно подбираете одежду для... Сегодняшних. Для боев. Для боев. Сегодня мы отправляемся в зал. Бокса. Бокса. Где вам предстоит пройти обучение, пройти мастер-класс. И, следовательно, тут же применить свои умения, знания и навыки. Стараемся. Премьерный выпуск журнала «Стольник Челябинск». Читайте и будьте в тренде. Модельное агентство «Вижн» приглашает в школу моделей и на профессиональные мастер-классы. Телефон 248-79-00. Нам доверяют уже более ста лет. Менялась мода. Сменяли друг друга поколения людей. Но всегда оставалось постоянно высоким ваше доверие к нашему магазину. Молодежная мода. Торговый стиль проверенной столетии. Кафе «Дикая вишня» на Цвилинга 40. Я вам хотела представить мега-боксера, мастера спорта Ранжеса Файзулина. И я надеюсь, что здесь вы сегодня оставите все свои негативные мысли, эмоции. И все достанется вот этой груши. И берегите свои лица. В одну шеренгу налей. И легко бегом вокруг ринга по залу. Все живы-здоровы? Да. Ну, теперь приступим к боксу. Страшно, что ее сейчас побьют, что ее сейчас ударят. Но она, тем не менее, шла, все равно пойдет подерется, пойдет к нам поплачет. Опять пойдет подерется, опять пойдет к нам поплачет. У меня нос выпирал. Я боялась, что мне в нос прилетит. А в итоге я по губе получила уже в конце. Прямо последний удар получила в губу. Я не жалею о том, что я подралась. Я считаю, что я молодец. Я, прежде всего, доказала сама себе то, что я могу сделать все, что захочу. Так, мы начинаем вторую часть сегодняшнего интересного дня. Я вообще вами очень горжусь. А сейчас вам нужно будет все это сделать очень красиво. Итак, поприветствуем фотограф Игорь Шутов. У-у-у-у! Она что-то скачет там, я не знаю, что с ней делать просто. Папа засмеялся там, просто я такая маленькая. Бью там перчатки, перчатками. Сначала был просто ужас, паника, потому что никогда я не боксировала, никогда не дралась. Когда началась вот эта сессия, вот здесь вот просто был такой выброс адреналина. Сразу же договорились, что мы не кулачимся, а как бы цепляемся и просто как по-женски, как кошки. Мы прямо вот вообще, прямо на самом деле дрались. Мне понравилось даже. Мы даже согрелись в конце концов. Вечером этого дня организаторы объявили свободное время. Часть девушек решила провести его в отеле. Некоторые отправились домой, чтобы повидаться с близкими. Ну а кое-кто был замечен в ночном клубе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы хотим опять возвращаться в университет, сдавать долги, учиться и писать тегом. Даша, ты пятка вон? Да. Офигеть. В мою коллекцию батончик еще один. Сушу. На память о проекте. Тыри-дыри-тыри-дыро. А теперь акробатический чудо. Хотя нет. У меня все в храм офис Есть Я вообще уснуть не могу Тут все ходят, дверями пологода Достали Очень хотели их, одели в золото Обычное дело в клубе Красивая девочка, как с обложки Сидит, ножка на ножке Смотрит высоко вдаль Для нее пацаны в кроссовках Это не перспективная шварь Но тут другое дело Я выхожу на сцену Я зарабатываю рэпом свой авторитет И она покупается на это Хватает меня заварать